МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Восьми бывшим высокопоставленным чиновникам предъявлено обвинение в рамках расследования еще одного эпизода дела о концессии Международного аэропорта Кишинева. Белый велосипед, установленный несколько дней назад в сквере перед столичным лицеем имени Георгия Осаки, пытались украсть двое юношей. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Памятник Ленину в городе Новой Анене стал мишенью вандалов, которые осквернили его и подожгли мусорный бак возле постамента. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Против приднестровских лидеров якобы готовились террористические акты. Об этом сообщило так называемое Министерство госбезопасности непризнанной республики. Как утверждают в ведомстве, организатором подготовки и исполнения теракта была служба безопасности Украины. Приднестровская пресса опубликовала видеозапись с предполагаемым террористом. В Киеве отвергли выдвинутые обвинения, заявив, что это провокация, срежиссированная Кремлем. В Москве пока никак не отреагировали на данные заявления. В Бюро по реинтеграции Молдовы нам заявили, что власти изучают соответствующую информацию и прокомментируют ее позднее. В сообщении, размещенном на сайте так называемого Министерства госбезопасности непризнанной республики, говорится о задержании ряда подозреваемых, которые сейчас дают признательные показания, и возбуждении уголовных дел по статьям подготовка к террористическому акту и приготовления к убийству двух и более лиц в связи с осуществлением ими служебной деятельности, совершенная группой лиц общеопасным способом. Более подробную информацию ведомство пообещало представить в фильме расследования на терраспольском телевидении. Между тем, как пишет Приднестровская пресса, ссылаясь на главного прокурора региона Анатолия Гурецкого, терракт должен был произойти в центре террасполя при большом скоплении людей. Место, где должен был произойти терракт, свидетельствует о том, что расчет был, во-первых, на устранение первых лиц государства. Кроме того, не в меньшей мере расчет был на большое количество жертв, заявил он местной прессе. Также, согласно указанному источнику, сдетонировать должен был автомобиль Land Rover, заложенными в нем 8 килограммами гексогена, а также шурупами, гайками и проволокой, чтобы поразить как можно больше людей. Приднестровские СМИ также опубликовали видеозапись с предполагаемым преступником, который, как указывается, родился в террасполе в 1979 году, однако 12 лет назад переехал жить в Одессу. В феврале прошлого года он пошел в терроборону, а затем записался в службу безопасности Украины. Как пишет левобережная пресса, от украинской спецслужбы мужчина получил задание в Приднестровье следить, а затем устранить руководство непризнанной республики. Более того, как указывают приднестровские источники, подозреваемый следил не только за приднестровскими чиновниками, но и за их семьями. Наблюдение длилось более полугода. Информацию он отправлял спецслужбам Украины. Руководство Приднестровья объявило, что затребует у Украины информацию, касающуюся запланированного теракта. Глава внешнеполитического ведомства непризнанной республики Виталий Игнатьев уточнил, что обращение будет направлено в адрес участников переговорного формата 5 плюс 2 и в ООН. В свою очередь, украинская сторона отвергла выдвинутые против нее обвинения. В службе безопасности Украины назвали заявление представителей Приднестровья провокацией, срежиссированной Москвой, которая оккупировала и контролирует Приднестровье. СБУ призывает игнорировать чушь, которой Кремль пытается расшатать ситуацию на оккупированной и подконтрольной России территории. Ложь и провокации – один из видов оружия, которым активно пользуется Россия. Но сегодня весь мир видит настоящее лицо страны-агрессора и не верит заявлениям ни России, ни ее сателлитов, говорится в заявлении СБУ, размещенном в Facebook. Премьер-министр Республики Молдова Дарин Ричан также прокомментировал информацию о предотвращении попытки теракта в Приднестровье. Он заявил, что у молдавских властей нет подтверждения этому. Важно отметить, что Республика Молдова находится в ситуации мира и стабильности в регионе. Бюро при интеграции удается привести левый берег Днестра в соответствии с нашей целью мира и стабильности, и там нет опасности эскалации. В бюро при интеграции заявили, что не располагают информации о предполагаемом террористическом акте, но отметили, что изучением этой информации займутся компетентные органы. Ранее Министерство иностранных дел России обвинило Украину в подготовке провокаций под видом инцидентов с радиоактивными веществами. Москва также обвинила Киев в разработке планов по вторжению в Приднестровский регион в результате операции под фальшивым флагом. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва внимательно следит за событиями в Приднестровье и обеспокоена происходящим. Молдавские власти назвали эти заявления лживыми и спекулятивными. Украина со своей стороны призвала Республику Молдова никогда не слушать, что говорит российская Минобороны. Пресс-секретарь Украинской государственной пограничной службы Андрей Демченко заявил, что Украина ужесточает контроль на границе с Приднестровьем, где украинские военные начали сооружать фортификационные линии. Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк отметил, что Россия постоянно и примитивно использует одни и те же истории о якобы провокациях. По его словам, единственная страна, которая может устроить провокации в Молдове и которая обязательно будет что-то делать в Приднестровском регионе, это Российская Федерация. Президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что Украина уважает территориальную целостность Молдовы, а распространяемые российскими властями слухи о предполагаемом вторжении являются ничем иным, как дезинформацией. Министерство обороны опровергло сообщение о нарушении воздушного пространства Республики Молдова ракетами, выпущенными из акватории Черного моря во время сегодняшнего утреннего обстрела украинских городов. Заявление оборонного ведомства говорится, что в сотрудничестве с компетентными структурами страны оно внимательно следит за ситуацией в регионе и в национальном воздушном пространстве во избежание любых уроз для страны. Заявление Министерства обороны последовало после того, как в ряде телеграм-каналов появилась информация о том, что сегодня утром над Молдовой прилетели по меньшей мере три ракеты. Минобороны призывают граждан получать информацию из официальных источников. Следует отметить, что о массированных ракетных ударах по Харьковской и Одесской областям на востоке и юге Украины объявили власти указанных регионов. Принятие проекта органического закона о замене в законодательных и нормативных актах словосочетания молдавский язык на румынский язык является нарушением Конституции Республики Молдова. Таково мнение представителей Института Конституционного Правосудия, которое квалифицирует поддержку данной инициативы в парламенте как угрозу конституционному строю. На пресс-конференции в агентстве ИПН президент Института Конституционного Правосудия экс-председатель Конституционного Суда Виктор Пушкаш заявил, что ни одно решение любого государственного органа не может противоречить Конституции. По его словам, парламент может пересмотреть Конституцию только в порядке, исчерпывающей оговоренным в основном законе. Как утверждает Пушкаш, проголосовав 2 марта за законопроект, касающийся названия языка, законодательный орган допустил отступление от конституционной нормы. Парламент пришел к выводу, что он может техническими средствами внести соответствующие изменения во все законодательство. В соответствии с этим законопроектом агентству информационно-правовых ресурсов предоставлены полномочия по обеспечению внесения изменений во все нормативные акты. В юридическом сообществе Республики Молдова есть несколько юристов, которые считают, что был найден простой способ без проведения референдума, без 67 голосов депутатов, то есть двух третей, внести поправки в Конституцию. Однако большинство в юридическом сообществе Республики Молдова категорически против такого способа внесения изменений в Конституцию. Юрист Павел Медриган, член Института конституционного правосудия, считает, что в молдавском обществе уже 30 лет продолжается борьба. Руководство страны сменяется, власти дают обещания, но многие проблемы остаются нерешенными. Мы здесь не для того, чтобы критиковать власть. Мы хотим обратиться к гражданам. От их голосования и гражданской позиции зависит дальнейшее развитие Республики Молдова. Парламент – представительный орган, он представляет граждан, но мы не можем мириться с нынешней атмосферой в нем. Существует множество работ, в том числе научных, о сотрудничестве большинства с оппозицией. Однако мы видим, что такого сотрудничества нет. Пресс-секретарь парламентской фракции ПДС Адриана Влас отказалась комментировать эти заявления. Между тем, несколько дней назад она заявила нашему телеканалу, что проекта, касающегося румынского языка, общество давно ждало, и он будет вынесен на голосование во втором чтении. 2 марта депутаты от ПДС проголосовали в первом чтении за поправки, предусматривающие замену в Конституции и во всех законодательных актах словосочетаний «молдавский язык» на «румынский язык». Против выступил блок коммунистов и социалистов. Депутаты от оппозиции заблокировали трибуну парламента, скандируя «позор», «досрочные выборы» и «не издевайтесь над Конституцией». В результате между мажоритарной и оппозиционной фракциями произошла потасовка. Позже в БКС объявили, что в случае принятия закона они оспорят его в Конституционном суде. Прокуратура по борьбе с коррупцией сообщила о завершении расследования еще одного эпизода дела о концессии Международного аэропорта Кишинева. Как уточнили в прокуратуре, в данном уголовном деле восемь обвиняемых. Это бывшие должностные лица, которым предъявлено обвинение в злоупотреблении служебным положением. Среди них экс-премьер Юлия Ярянко и бывший министр экономики Валерий Лазар. По данным следствия, в результате незаконных действий чиновников при концессии аэропорта государству нанесен материальный ущерб в размере почти 400 миллионов леев. Для его возмещения наложен арест на имущество обвиняемых на более чем 28 миллионов леев. Решение о концессии Международного аэропорта Кишинева на 49 лет было принято в 2013 году при правительстве Юрия Ярянко. Протесты на таможне Аубица. Перевозчики посылок страны Евросоюза недовольны проверками и запретом на провоз груза без сопровождения. В отношении некоторых протестующих румынская полиция выписала штрафы. По словам представителей таможенной службы, проверки проводятся для предотвращения провоза товаров и продукции, запрещенных законодательством ЕС. Один из перевозчиков посылок написал в Фейсбук, что водителей терроризируют на таможне Аубица с ноября прошлого года. С посылками не пропускают. Обычно теряем от 30 до 12 часов, чтобы пересечь границу. Я имею в виду одну транспортную единицу. Это в лучшем случае. Если у вас обнаружат на пару тушек кур или на 5 литров вина больше, без разговоров разворачивают обратно, как будто мы контрабандисты. Хотя из Румынии в Евросоюз везут посылки без всяких вопросов. Ответ сотрудника в таможне простой, не разрешается. У нас есть разрешение, соглашение о сотрудничестве с Республикой Молдова. И у нас есть четкие инструкции. Мы знаем, что в таможенный кодекс Молдовы вносятся изменения. И я надеюсь, что власти и ответственные лица обратят внимание на диаспору и не забудут, с чего они начинали, написал водитель в соцсетях. Он также опубликовал несколько видеозаписей акции протеста перевозчиков. На кадрах видно, как водители блокируют таможенный пункт. В свою очередь сотрудники румынской пограничной полиции заявили, что действия перевозчиков незаконны. Возможно, у вас есть причины, но я скажу вам, что ваши действия здесь, на пограничном пункте Албица, незаконны. Вы мешаете работникам таможни. Вместо того, чтобы облегчить работу сотрудников пограничной полиции и таможенной службы, вы им мешаете. Таможенная служба Республики Молдова сообщила, что контрольные мероприятия проводятся с целью предупреждения и предотвращения перевозки товаров и грузов, запрещенных законодательством Евросоюза. Ведомство подтверждает обязательство соблюдать национальные и международные правовые нормы. А именно, не допускать провоза продуктов питания, таких как молочная и мясная продукция, яйца и так далее. Соблюдать лимит разрешенных грузов и не перевозить товары и предметы, такие как оружие, наркотики, взрывчатые вещества и так далее. Таможенная служба подчеркивает, что выявление запрещенных предметов увеличивает время ожидания на таможне из-за процесса документирования и последующего санкционирования. Пресс-секретарь Яского территориального инспектората пограничной полиции Денис Михаил Лазер сообщила для Аризон ТВ, что 8 марта примерно в 21.40 на пограничном пункте пропуска Албица на въезде в Румынию. Около 60 участников трафика вышли из своих транспортных средств и пешком прошли в зону пограничного контроля, чтобы заблокировать движение на въезд в страну. Их действия были вызваны недовольством в связи с контролем, который осуществляли работники таможни, не позволившие ввозить в Румынию, а следовательно в Евросоюз, посылки без сопровождения, как того требует законодательство. В кратчайшие сроки руководство пограничной полиции открыло контрольные полосы на выездной стороне для проверки в сторону въезда. Кроме того, был направлен дополнительный персонал для осуществления пограничного контроля в оперативном режиме. Для обеспечения общественного порядка и безопасности была задействована группа из инспектората жандармерии уезда Вослой. Движение было возобновлено на всех контрольных полосах, без каких-либо происшествий. По сообщению румынских властей, полицейские наложили в отношении перевозчиков, нарушивших режим пересечения границы, 12 штрафов на общую сумму 9200 румынских леев, что составляет более 36 тысяч молдавских леев. Председатель парламентской комиссии по вопросам права назначения и иммунитета Олеся Стамати считает, что внешняя оценка судей приведет к повышению заработной платы для тех из них, кто получит положительные отзывы. С другой стороны, эксперты в области юстиции не приветствуют данную инициативу, которая, по их мнению, предполагает поощрение лояльности со стороны судей. Председатель парламентской комиссии по вопросам права назначения и иммунитета Олеся Стамати в интервью для реалитета ЛАЙФ ТВ заявила, что судям, получившим положительные оценки на собеседованиях, организованных специализированными комиссиями, будет повышена заработная плата, подчеркнув, что это является необходимостью для реформирования судебной системы. Повышение зарплаты судей не следует рассматривать как потенциальную проблему. Судьи должны иметь достойную заработную плату. Это один из факторов, обеспечивающих независимость судей, позволяющих не поддаваться соблазнам. Проблема этого повышения в том, что оно не было сбалансировано механизмами контроля. Сейчас речь идет о том, чтобы повышать зарплату только тем, кто прошел этап предварительной проверки. Если вы получили положительную оценку и остались в системе, то с этого момента получаете повышенную зарплату. Адвокат Роман Задойнов, который в течение нескольких лет работает в Соединенных Штатах Америки, считает заявления главы профильной парламентской комиссии о повышении зарплаты судей дискриминационными. Похоже, существует список, и они не смотрят объективно на судей, которые десятилетия работали в судебной системе, а смотрят на этот список, который непонятно, кто составил, и решают, кто должен пройти, а кто нет. Поэтому возникает подозрение. У нас пока нет никаких доказательств, но я думаю, что они скоро появятся. Бывший председатель Конституционного суда Виктор Пушкаш обращает внимание на то, что ранее некоторым работникам молдавской судебной системы зарплаты уже повышали, и это было расценено экспертами как политический подарок со стороны власти. Госпожа Стамати обещает высокие зарплаты. Обещала повысить зарплаты и в Конституционном суде. Не знаю, в который раз, но с какой целью. Меня удивляет другое. Ни один судья Конституционного суда не отреагировал на все эти попытки политической коррупции. Между тем, Центр правовых ресурсов поддерживает повышение заработной платы судей. Учреждения отмечают, что это не популярная мера в краткосрочной перспективе, но она абсолютно необходима для привлечения хороших специалистов из числа судей первой инстанции, включая тех, кто уже прошел предварительную проверку. Это также позволило бы снять напряженность судебной системе, которая может привести к саботажу реформы со стороны некоторых судей. «Мы слишком бедны, чтобы позволить себе дешевое правосудие», заявил председатель Центра правовых ресурсов Илья Киртуаке. Оценочная комиссия судей начала свою работу в апреле 2022 года. На первом этапе оценивается неподкупность кандидатов членов Высшего совета магистратуры, Высшего совета прокуроров и специализированных коллегий. В конце февраля в судебной системе страны прошла волна отставок. В Высшей судебной палате заявление об отставке подали 20 из 30 судей. Это произошло после того, как бывший министр юстиции Серджу Литвиненко представил проект о внеочередной оценке судей. Согласно этому документу, специальная комиссия должна проверить как имущество, расходы и доходы судей, так и имущество их близких. Тем, кто не желает проходить оценку, законопроектам предложено 20 дней на то, чтобы уйти в отставку добровольно, без последствий. Но в этом случае им не разрешают вернуться в систему в течение 7 лет. После массовых отставок судей министр юстиции Вероника Михайлов-Марару не исключила, что это может застопорить работу судебной системы страны. В интервью для Радио Молдова она заявила, что власти рассматривают ряд чрезвычайных мер по обеспечению рассмотрения дел, находящихся в Высшей судебной палате. Но в то же время не исключила риск того, что деятельность ВСП будет заблокирована на несколько месяцев. В свою очередь, в Ассоциации судей Молдовы заявили, что поддерживают реформу в системе, но только без политического вмешательства и в рамках правовых норм, так как по Конституции судебная власть независима и никакая другая власть не имеет права вмешиваться в ее работу. Более того, власти заявили, что реформа будет доведена до конца. Гражданин Республики Молдова, подозреваемый в совершении серии краш на территории Франции, задержан в Румынии на контрольно-пропускном пункте Радаутспрут. Об этом румынскому агентству Аджерпресс сообщили в пограничной полиции уезда Баташань. Согласно представленным данным, 44-летний молдаванин пытался въехать на территорию Румынии. В ходе пограничного контроля было установлено, что 23 февраля 2023 года французскими властями был выдан ордер на его арест. По данным французской полиции, в период с ноября 2014 года по ноябрь 2015 задержанный организовал ряд хищений топлива и автозапчастей из гаражей и автоскладов во Франции на общую сумму 90 тысяч евро. Мужчина передан оперативной группе инспектората полиции уезда Баташань. Двое юноши пытались украсть белый велосипед, установленный в сквере столичного лицея имени Георгия Осаки в памяти о погибшем недавно велосипедисте-спортсмене, а также всех жертв дорожно-транспортных происшествий. На попытку правонарушения, предпринятую злоумышленниками, в пятом часу утра обратил внимание карабинер, который нес службу на посту у одной из дипломатических миссий. Карабинер отреагировал незамедлительно. Юноши были задержаны. На место прибыл наряд карабинеров, который отвез правонарушителей 17 и 18 лет в инспекторат полиции сектора Центр. Напомним, белый велосипед был установлен 4 марта. Перед началом марши организованного Альянсом велосипедистов Кишинева для привлечения внимания властей к угрозам, которым подвергаются велосипедисты и пешеходы, на дорогах страны. В отношении одного из офицеров уголовного преследования инспектората полиции Кагула проводится расследование по делу о пассивной коррупции. Его подозревают в вымогательстве в получении 3000 евро за прекращение дела против водителя, управлявшего транспортным средством в состоянии опьянения. В настоящее время следователи устанавливают возможных сообщников подозреваемого, а также аналогичные противоправные действия с его стороны. Сегодня сотрудники Главного территориального управления Южного региона национального центра по борьбе с коррупцией совместно с прокурорами. Прокуратуры по борьбе с коррупцией провели обыски по месту жительства подозреваемого. Как сообщают прокуроры, с учетом состояния здоровья подозреваемого, он находится под следствием на свободе. На 72 часа задержан адвокат, вымогавший и получивший 9200 евро за обещание повлиять на следователей при вынесении решения по делу о подделке официальных документов и мошенничестве. Об этом сообщается в пресс-релизе национального центра по борьбе с коррупцией. По информации правоохранительных органов, адвокат пообещал донесшему на него лицу, что сможет убедить сотрудников полиции и прокуроров Кишиневской прокуратуры сектора Рыжкановка принять положительное решение по делу, в котором он обвиняется в подделке официальных документов и незаконном приобретении транспортного средства. Правоохранители, в свою очередь, возбудили уголовное дело об извлечении выгоды из влияния в корыстных целях после того, как адвокат получил под наблюдением сотрудников НЦБК и прокуроров последний взнос в размере 1200 евро. Происшествие в центре города Новая Нена. Злоумышленник, личность которого пока не установлена, поджег содержимое мусорного бака в непосредственной близости от памятника Владимиру Ленину, забросав горящим мусором сам монумент, после чего скрылся. Фото и видео с места происшествия жители города опубликовали в соцсетях. Вот такой неприятный сюрприз ждал нас сегодня утром. Акт вандализма у Дома культуры. Полицейские осмотрели место происшествия и собрали улики. Проводятся следственные мероприятия для выяснения всех обстоятельств произошедшего инцидента, а также установления личности вандала. Пресс-секретарь Дованенского инспектората полиции Мариана Диденко также сообщила нашему телеканалу, что инцидент произошел около 4 утра. Примар Новыханин Александр Мацарин заявился в этой связи, что вне зависимости от роли в истории той или иной личности порча публичного имущества является серьезным правонарушением, выразив надежду, что полиция найдет того, кто это сделал. На окраине Аргеева горели заросли сухой растительности вокруг одного из водоемов. Огонь охватил площадь около 10 гектаров. Пламя высотой в несколько метров заметили находившиеся недалеко от места люди, которые сообщили об этом в единую экстренную службу 112. Прибывший пожарный расчет ликвидировал возгорание, прежде чем огонь приблизился к жилым домам. По одной из версий спасателей, пожар возник в результате поджога. Причины и обстоятельства происшествия устанавливаются. За последние сутки сотрудники Генерального спектурата по чрезвычайным ситуациям ликвидировали 31 очаг возгорания сухой растительности на общей площади около 70 гектар. В связи с этим ГЧС призывает граждан не поджигать сухую траву, камыш, а также бытовой мусор, так как даже небольшая искра может вызвать разрушительные пожары при сильном ветре и низкой влажности. Населению рекомендуют проявлять ответственность, чтобы от огня не пострадали флора и фауна страны. В случае возникновения опасных и чрезвычайных ситуаций граждане должны сообщать об этом в единую экстренную службу 112. Метрополия Молдова организует в период Страстной Седмицы паломничество на землю обетованную. Верующие отправятся в Израиль 11 апреля. Путешествие по святым местам продлится 5 дней. Обратно паломники вернутся со священным огнем. Такие паломничества были организованы и до сих пор. Особенность этого возвращение домой со священным огнем, который венчает Страстную Седмицу в канун Воскресения Господа нашего Иисуса Христа. В метрополии Молдовы сообщили, что группу возглавит епископ Иоанн Сорокский. Паломничество пройдет по местам, связанным с христианством. Верующие побывают в церквях, построенных там, где проповедовал и творил чудеса Иисус Христос, на священной реке Иордан в храмах, которые ассоциируются с историей христианства. В этом году Пасха отмечается 16 апреля. Продолжим новостями из-за рубежа. На фоне массовых протестов правящая в Грузии партия «Грузинская мечта» совместно с общественным движением «Сила народа» приняла решение отозвать законопроект об иностранных агентах. Как говорится в совместном заявлении, это было сделано для сохранения мира, спокойствия и экономического развития в стране. При этом отказываться от своей инициативы власти Грузии не собираются. Как отмечается в заявлении, по мере того, как будет спадать эмоциональный фон, будут проводиться встречи с населением и до общественности будет доводиться каждая деталь закона об иноагентах. Законопроект о прозрачности иностранного влияния, который называют также законом об иноагентах, отозван в связи с возникшими по его поводу массовыми протестами в Грузии. Мы видим, что принятый законопроект вызвал разногласия в обществе. Машина лжи смогла представить законопроект в негативном свете и ввести в заблуждение определенную часть населения. На законопроект был наклеен ложный ярлык российского закона, а его принятие в первом чтении было представлено в глазах части общественности как отход от европейского курса. Кроме того, радикальным силам удалось вовлечь часть молодежи в противоправную деятельность, говорится в совместном заявлении правящей партии «Грузинская мечта» и общественного движения «Сила народа». В документе отмечается, что в создавшейся ситуации власти должны обеспечить спокойствие страны и ее продвижение по пути европейской интеграции. Но когда эмоции спадут, отмечается в заявлении, правящая партия детальнее разъяснит цель этого законопроекта и важность обеспечения прозрачности иностранного влияния в стране. Закон о прозрачности иностранного влияния был принят парламентом Грузии в первом чтении 7 марта. Он предусматривает создание реестра иностранных агентов с указанием в нем всех некоммерческих юридических лиц и СМИ, финансируемых более чем на 20% из-за рубежа. Такие организации должны пройти обязательную регистрацию. Если они откажутся это сделать, то на них наложат штраф и Минюст получит право начать в их отношении расследование. После этого в стране начались массовые протесты. В Евросоюзе, принятый грузинским парламентом проект, назвали несовместимым с ценностями и стандартами ЕС. В Госдепартаменте США заявили, что эта законодательная инициатива несовместима с европейским устремлением страны, поскольку она вдохновлена Кремлем, хотя официальный Тбилиси утверждает, что практически полностью списал документ с аналогичного американского закона. Вечером 7 марта участники протестного митинга в Тбилиси попытались прорваться в здание парламента. Демонстранты использовали коктейли Молотова, забрасывали полицейских камнями и бутылками, пытались возводить баррикады. В ответ спецназ применил против протестующих водометы и слезоточивый газ. Президент Грузии пообещала, что не войдет в обсуждение этого закона и наложит на него вето. Представитель Госдепартамента США Нед Прайс заявил тогда же, что проект закона о прозрачности иностранного влияния угрожает евроатлантическому будущему страны и призвал правительство Грузии уважать свободу собраний и мирного протеста. Председатель правящей партии грузинская мечта Ираклий Кабахидзе сообщил в среду на брифинге, что парламент отправил законопроект для анализа в Венецианскую комиссию Совета Европы. Тем временем протесты и столкновения с полицией продолжились и 8 марта. По итогам разгона митингов МВД Грузии отчиталось о задержании 133 человек по административным статьям о мелком хулиганстве и неповиновении полиции. Еще одного протестующего задержали по уголовному обвинению в нападении на полицейского. Как сообщил телеканал Руставе 2 оппозиционные партии призывают людей выйти на протесты и сегодня представители оппозиции требуют ясности от власти как именно она планирует отозвать законопроект о прозрачности иностранного влияния а также немедленного освобождения всех задержанных протестующих. Лидер правящей партии Грузии при этом обвинил радикальную оппозицию и некоторые неправительственные организации которые по его словам финансируются из-за рубежа в антиправительственных действиях. Только завершившаяся зима этого года стала второй самой теплой в Европе за всю историю метеонаблюдений сообщает служба климатических изменений ЕС. Опубликованные данные показывают, что средняя температура на европейском континенте в период с декабря по февраль была на 1,4 градуса Цельсия выше, чем средняя температура зарегистрированная в период с 1991 по 2020 год в северном полушарии планеты. Высокие температуры наблюдались в первые два месяца зимы во многих европейских государствах, что даже привело к закрытию некоторых горнолыжных курортов. В какой-то степени более мягкая погода приветствовалась, поскольку европейские лидеры опасались возникновения дефицита природного газа для обогрева домов, пишет Бизидей. С другой стороны, это оказывает негативное влияние на сельское хозяйство и естественную среду обитания, в том числе в Антарктиде. По данным службы по изменению климата, объемы льда в антарктических водах достигли самого низкого уровня за всю историю наблюдений Таким был этот день глазами наших корреспондентов. Я, Алиси Коррек, на этом с вами прощаюсь. Оставайтесь и далее на нашем телеканале. Берегите себя и до встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин